Воспитанников Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с наступающим Новым годом поздравили игроки футбольного клуба Химки. Гостей в центр пригласили не случайно. Такие люди, как профессиональные футболисты, отличный пример для подражания. Они для них являются отличным примером для подражания, как это должно быть в жизни. Это достижение не только в спорте, но и достижение успешной карьеры. Это образ жизни спортсменов, который говорит о том, как можно, нужно и должно быть, и расти, и вырастать мужчинами, становиться. В центре воспитываются дети из неблагополучных семей. Здесь с ними занимаются воспитатели и психологи. Футболист Николай Тюнин считает, что несмотря на те беды, которые приходится переживать этим детям, у ребят есть очень большой потенциал. Даже у меня друзья есть, друзья-знакомые, которые из детдома добрались до уровня российской футбольной сборной. Футболисты после таких встреч выносят для себя уроки. Потому что эти взгляды даже подталкивают тебя добиваться каких-то целей, чтобы на тебя так смотрели, чтобы за тобой стремились, чтобы тебя копировали даже. И вот я думаю, мы к ним приходим, и у них больше желаний появляется кем-то стать и добиться чего-то. Футболисты Химок подарили детям сладкие подарки и фотографии с именными автографами. После этого спортсмены пообщались с ребятами за чашкой чая. К футболистам у детей очень много вопросов. Каково играть в футбол? Трудно ли это? Тяжело ли тренироваться? Под вечер футболисты ушли, но обещали вернуться. В следующий раз уже на коньках. Обязательно поиграть с детьми в хоккей. Субтитры создавал DimaTorzok